Продолжаем тащить из леса, там полуги остался, березки наши, лагеря нам нужные. Так, костер проехали, едем дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... О, это на костер, а не ветки. Продолжение следует... Девятишки... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эй, а чё вы бросили? Чё-то руку вручили Давайте А то мы на костёр готовим Куда? Я не пойму, почему такая верёвка-то длинная? Это зачем она? Ну какая была я такую сделал Ну да, это была, метр она была Давай, поперёг нафиг Поперёг Поверёг 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 Молоток дайте Молоток дайте Поверёг 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 Ваня, помоги ему, уйдём Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Мы в сказках считаем, говорят, за 3-9 земель едут за прекрасной Василисой А вам сегодня еще рядом и двух сразу в красавицу А мы за 3-9 болот Но вы только не забывайте, что в сказке есть Иванушка-дурачок Он умный как раз два у нас и он умный обводит и оказывается впереди она за него и... То есть я вон физику до 8-й класс знаю И что? Я тогда тоже в 8-й класс перехожу А я до 8-й класс уже знаю физику Молодец, все жевачки, не одну, а пачку Так, держи там это, держи Сейчас мы здесь еще притянем А ну-ка сам попробуй Заглоблю Хватай Вот так вот подтягивай Так, так, подтягивай, сейчас туда Захватывай Вот так Смотрите все сюда Повернись, Арсений Вот так Вот так Теперь с этой стороны О! А теперь мы ее узлом завяжем И дай-ка одним узелком Смотри как И вы за него потянете О! На! Запрягайся! Тройка Смотри еще Ваня, Паша Иди сюда Вот так, давайте Ну все, пошли Ливия, вот и в сторонку там тащи На костер Там уже трактор есть Детям это забава А сегодня костер будет большой Долго будут сидеть, песни петь А завтра на 2 часа позже станут Ты посмотри на них Вот это Россия Мы, Россия должна встать Так это еще не завтракали Я сейчас скажу Сколько это время у нас Время только 36.08 Они как раз приходят И сейчас будем завтракать Вот они сейчас будут везти их И в это время я ударил Если в колокол Как они помчатся Это как автозак какой Вот смотри И мусор весь разобрали И там самые маленькие работают У нас лагерь трудовой Неоздоровительный Ну вот одна девочка Я так краем уха услышал Что она болеет почками Ну болеет Во-первых Бесправки прислали Но она уже здесь И поэтому Я вчера посоветовался Уже с врачом Там с терапевтом Еще позвонить надо В город было Как не помешает Ей березовый сок А у батюшки березовый сок Он мне дал пить Я его отдал ей Вот теперь нагрели Сколько она выпьет Что у почки были И ложку меда За час до еды И после этого Она уже ничего не делает Не работает Она у меня сейчас сидит Отдыхает И это будет до времени Каждый день Пока она не почувствует Облегчение А что облегчение будет Это естественно Березовый сок Никаких антиогулянтов Как что там есть Окислителей Сохранителей нету Вон они уже где А видите там Разгружает трактор Это костер такой готовится Вот что задумали мы Написано Что не начнет Праведник успеет Мы не такие праведники Но за нас многие молятся Вот сейчас мне по интернету Говорят Мы все за вас молимся Чтобы у вас все было хорошо Ну хорошо У нас 44-й год лагерь Ни одного несчастного случая Ни одного Ни одного отравления Почему? Потому что у нас пища чистая Тут приехала комиссия Когда на Азовском море Утонули 6 воспитанников И с воспитателем Говорят он нетрезвый был Не знаем мы Вот тут началась проверка Проверка от президента Ну ясное дело ЧП Но они доехали комиссия до Корчена А там в сельсовете или где Милиционер был Все нас знают И говорят туда ездить не надо Только мешать У них там все в порядке Мы недавно были Там говорит обедками кормить не будут Вон они посмотри где везут Приблизь их покажи Это за веревочку тянет Которая впереди Видите она Ливия сейчас была Ее привезли Я немножко сказал Как в 39-м царстве ищут Она подошла и говорит А можно я с ребятами пойду? Можно Вот туда она везет А оттуда они сядут Девочки это И привезут их Просто надо увидеть это все А просто задавить Как меня давили Это было в 90-м году В 89-м Ну написали Говорят Ну ладно Не соответствует нормам Ну не соответствует Вот он туалет какой Ну на этом сортире Это вся Россия стоит Ну где в степи сделают Ну главное Доказательство Это не чистота в сортире А у нас и хлорка обработанная Тогда приехали У всех санитарные книжки У детей Проверка там Все приехали Проверили Нет ли кожных заболеваний Там даже флюорографиру проходили Ну поставили задачу Лагерь уничтожить Представьте 15 комиссий краевых было Краевых За два с половиной месяца Это ужас Мы ворота не успевали открывать Но они ничего с нами не могли сделать Наконец вносятся решения Это коммунистическая партия Все КПРФ За нее бьются Петренко был такой тогда Владимир Сергеевич Главный идеолог Пока его не парализовал Он не умер Он не знал с кем схватился Испандер жал Сидел одной рукой И говорит Ладно закрыли На один лагерь меньше стало Хорошо Но тут приехал Он многолетний редактор газеты За науку Алтайского государственного университета Клименко Владимир Федорович А он сейчас еще и редактор Эпархиальные газеты Алтайские Миссии Что ли называется Так вот газета Это Он Прекрасный человек Его сын был здесь И он приехал И как Побыл здесь Когда после поганой статьи Которую написал Первый секретарь КПРФ Бобров Геннадий Александрович К слову сказать Когда я подал на них в суд Он вот так вот вышел в суд Вот Вот только к власти придем Вот вашей потеряевки Ну Я говорю еще А потом подошел Вот так вот Как дал бы тебе на меня Я говорю Это делать нельзя Представь себе Моложе меня человек В зале суда Какая власть Он разошелся Дал бы Из-за чего Из-за того что не могли Нас уничтожить Сто миллионов На их совести Фашизм судили А это в тысячу раз Хуже фашизма было Фашизм не уничтожал Крестьянство Не уничтожал Свою армию Я уж попутно Все это хочу сказать Это Не вмещаются Никакие рамки 15 комиссий И пишут Вынесено решение Номер один О закрытии лагеря А он существует Бог делает так У меня близкий человек Был Даже не постыжусь Назвать То есть Как не постыжусь То есть Ну открыто сказать Не то что там я унизить Прокурор края был Генерал-лейтенант Параскун Юрий Федорович И он посылает сюда Змеевский кажется Или кто там приехал Тогда был Полковник А мы не запустили Даже сюда Он побыл Мы через заграду Поговорили Обедали И не открыли Лагерь И он приехал Я спрашиваю Ну и как он сказал Сказал там все в порядке Так я же его не пустил Он говорит Рассказал Про это Он говорит А ты знаешь Куда поехал У нас с ним Такие отношения Добрые были И он Все это разгреб Те враги Которые были Ни одного Главного нигде нет Ни на должности Ни в живых Который писал Главные поганые статьи Московский комсомолец А я встал А то мальчики Мальчики спят Мальчики спят с девочками Они его вырастили Это они не торопятся Это они не торопятся Видишь как Не разгружают Охота побыть одним Я просто Рассказываю О нашем лагере На навозной куче На навозной куче Вот эта вот огромная куча На ней Вес лагерь стоит Это когда-то был колхоз И тут все Вот эта ферма Где крапива И мы все разровняли Засыпали Ничего нет И сейчас обедаем Это тоже на навозной куче Конечно Спустя 50 лет Тут ничего и нету больше 20 лет ничего не было 24 Ну 45 лет уже ничего не было Это земля Вот она наша столовая У нас все необыкновенное И вот сейчас будут Надо ударить Вот посмотри сейчас Я пойду ударю в колокол А ты посмотри на них Нет, арновато 44 минуты еще Они, ребятишки-то понятливые Этот парень Которому бабушка Да, мама И оба хорошие Мама и бабушка Но они не понимают Что ребенок мужчина растет Он попал там Где из него сделают Настоящего мужчину И вот он плачет Им надо домой То есть в этом состоянии Его надо сохранить Вырвать отсюда У нас есть даже такой Отец пьяница Но отец Когда он не пьет Он в руках все держит И к детям не звонит Ничего я детей Ставлю старшими Они везде передовые А этому ребенку особое внимание Сестре 24 Она должна ему поклониться Я им рассказываю Как это в Англии Какие обычаи То есть все Что в мире Самое лучшее В Австралии Я в них стараюсь Вложить это Любить природу Ценить Вот они были сегодня Где Они Поставишь работа Так они на каждой Букашке стоят И друг другу показывают Вот она В них очень мощно Вливается Каждое утро Идут за водой Они сами видят Как вода здесь Не хлорирована Из-под земли Качается Они ее несут Они учатся ее беречь Сынейший минерал земли И этот лагерь Решили уничтожить А уничтожили? Да нет конечно Сняли с регистрации нас Но они сняли Если так уже разобраться То имели основания законные Потому что Кто Организаторы Учредители лагеря 10 человек Они должны жить В одном месте А у нас этого нет В одном месте 10 взрослых человек Тогда и не было Там было человек 5 Ну и поэтому Мы его сразу Перерегистрировали Две общины От общины У нас свой юрист Адвокат Брат Севастьян Бауэр Все составили И в краевой отдел юстиции Сдали документы То есть Лагерь имеет Юридическое обоснование Через Общины Общины имеют Право образовывать Лагеря Трудовые Оздоровительные Туристические Ну там Всякие какие Существуют Включили И к нам может зайти Любая комиссия Когда будет разрешение От обоих общин Крестовозвиженской Барнаули Свято-Анфимовской Потеряевки Только тогда войдут Санэпидемистанция Для нас не закон Она пришла В прошлый раз Женщина тут Ну приехали они Милиции Дверь открыта Прокуратура приехала Мы проверили документы Открыли Но если они в брюках Мы их не пустим Мы их оденем по форме Это наш дресс-код Мы им не запрещаем Ну а санэпидемистанция Для нас не начальники Никакие Они душители Ну я вижу Обед А она стоит здесь Мы ее платье вынесли Но ее ни одно не находят Она Ну кажется Широкоформатная На корме Ну принесли материю Она обмоталась Я говорю Теперь положите Свои документы здесь И вы не санэпидемистанция Вы просто Наш желанный гость Вы увидите Что вас интересует Белье Она зашла Наглаженная Стопками Выстиранная Лежит Где спят Посмотрела Все выутяжено Выщищено Девочки занимаются этим Ну мальчиков там разбросано Проветривается Все видели Все Теперь ешьте Теперь на кухню зайдите Посмотрите И холодильники Молоко Все Но только не как санэпидемистанция И она А тут три района Мамонтовский Кажется Завьяловский То ли Романовский И она приехала И там все им рассказывают Значит это интересно было Я сейчас вспоминаю Это было примерно В 89 году Тогда был первый секретарь райкома партии Мамонтовского Куфаев Если не ошибаюсь Владимир Алексеевич Потом он был первый зам Губернатора Сурикова Алтайского края И она приехала Ну вот В партии тоже хорошие люди были Хорошие Они по своей Некомпетентности Попали в эту разбойничью организацию И вот он посмотрел Когда все И потом выступил Приехал он не один А с автобусом Взял с собой работников Сельсоветов Директоров Завучий школ На Тадаре детей было много Приезжали из Одессы Из Киева Из Прибалтики Откуда только не было И он А сколько людей Да я не знаю Каждый день приезжают А там было 109 человек Представьте Какого нам было здесь Я в колокол ударил Как посыпались они Кто с вышки Кто откуда Молодые были Ребята с армии Только вернулись А возраст был другой Невесты там Он посмотрел Вот это да И он это все Расскажет своим Где их соберет Вы все требуете деньги Я посмотрел И качели И городки Куда повез-то Он даже сбился с дороги Куда Видишь Куда поехали-то Ваня голову Опустил Он ничего не видит Ни дороги не видит Ничего Закрытый козырьком Эй Куда вы поехали-то Вот где дорога-то Дорога-то вон где Повезли Невесту в Барнаул Видать пешком И вот он все Другим рассказал Куфаев Потом он приезжал сюда Когда начали мы строить Он говорит Ребята Я не могу вам помочь Здесь В Алтайском крае В то время было заброшено 360 сел В одном крае Сейчас больше 400 Там есть инфраструктура Подъезд Электричество Там Мы говорим Это наша родина Я не могу ничем вам помочь Это он говорит Первый секретарь КПСС Мы говорим Владимир Алексеевич Нам от вас нужно одно Чтобы вы не мешали Дайте слово Он говорит Я даю слово И потом Когда он приехал Потеряевка уже образована Ваня Подними голову Ты прям до колен голову Ну убери козырьки-то назад Закрылся Ничего не видишь Смотри сюда вперед И он приезжал сюда Посмотрел Тут Как И говорит Ну я свое слово сдержал Мы говорим Сдержали Благодарим вас Он никому не мешал Посмотрите Подожди Вот как у нас ребята работают Туда увозят мюсор А оттуда еще ведут Какое золото Увезли мюсор Привезли золото Увезли мюсор Увезли мюсор Привезли золото Парусь Парусь Паша Подожди Одну снимем Потом вторую Держи за руки Давай Оп Это Ливия Загуляева А тебя как звать? Леонида Леонида Вот они как Давайте на память Сфотографируемся Я тоже хочу Это члены нашей общины Крестовозвиженской Вон мама их стоит Парасик Беги скорее к сестрам сюда А где огни там? Огни позови Они четверо Все здесь Вот сейчас руки помоете И позавтракаем Позавтракаем Потом начнете остатки мусора увозить Вы уже знаете как Вроде обрезать веревку На расстоянии Какое нужно будет потом Ну раза в два меньше Так бегом сюда скорее Агния Заттракать охота Где они там? Агния Где Агния? Ну скорее где там Агнию давай С Тарасиком Тарасиком? Там стойте Скорее Агния Агния Бегом беги А это наша команда А Тарас то где? Здесь О там Как я его не заметил Давай О А могли бы встать солнцем в глаза? Давайте с той стороны Вот так вот О Вот это работники А это загуляем Рядышко Иди сюда Вот сюда За телегу Нет-нет-нет-нет Давайте маленько Раздвинемся Вот так О Смотримся и улыбаемся Это работники Которые на костре работают О Вот вам Пожалуйста Ее коса Ее краса А я попал в кадр? Конечно Ваня До стеснения Ее попали А я И ты попала А ты Я тоже Не попали Не тележка попала А ты Режим А она Тоже работала Она Качка У нас Здесь Качка Сюда Сюда Сторожно Лежь Только Откнул Чуть-чуть И сразу Попер Попкнул Вода Бежит Зорно Делаешь Неправильно Вот Он Аконом Закоткнул И скорее Раз Оттерся И все Так Идем Бежит Бежит Опять У тебя колокол Расшатался Кирилл Колокол Ты че болтаешь До одного Работника Должи быть здесь Боже Милостив Будни Негрешному Создав Име Господи Помилуй Мя И счастлив Согрешил Господи Прости Меня Грешному Помилуй Отче Наш Иже Иси На небесах Да Святится Имя Твое Да Придет Царствие Твое Да Будет Воля Твая Яко На небеси На земли Хлеб Наш Насущный Даш Нам Дмит И Остави Нам Долги Наши Яко Жи Мы Оставляем Должником Нашим И не Веди На Свои Искушения Но Избави Нас От Лукавых Ибо Твое Исарство Сила И слава Вовеки Аминь Комары Так, договоримся, убирай назад, смотри открыто, у тебя лицо красивое, все, ты нормальный парень-то, ну, активно, вот стоит, толкнул, сделает, вот русский человек настоящий, не толкнешь, ничего не будет, Арсений работает как надо, то есть не просто так, а деревья выносили, сейчас еще привезут, они уехали второй раз, вчера с вечера сижу, никогда ко мне Игорь Глушков не звонил, это по скайпу, вдруг по скайпу выходит, Вообще никогда ни одного раза не было, почему, был Алексей, так вот я проверить решил, никого не идет, на мне решил проверить, я говорю, ты мне и нужен, трактор дашь, а какой разговор, трактор у нас уже в руках, а ребята говорили, а у него нельзя, он там сломан, мне даже не сказал, что он там сломан, вот он едет, уже второй раз едет, второй раз едет, все, по точке, за стол, так, здесь будем или там? Да! Аккуратно, аккуратно. Ну-ка разрешите. Пониже сядь, Никита, пониже сядь Сядь, Сядь, Сядь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...